Сегодня 6 декабря официально отмечается День Вооруженных Сил Украины. В календаре этот день появился сравнительно недавно, в 1993 году по инициативе Верховной Рады Крыма. В разные промежутки времени были учреждены праздники для каждого рода войск. День сухопутных войск, день авиации, день военно-морского флота. Однако 6 декабря – праздник, который объединяет все вооруженные силы страны. Многие керчане так и понимают этот день, но считают ли они его знаменательным? Мы чисто советские люди, поэтому нам все эти украинские праздники до фени. Он просто еще не сложился как праздник, этот день. По идее, день должен быть такой, но, насколько я помню, никто не отменял День Защитника Отечества. Посидеть за правильным столом можно, конечно, и поздравить друзей, конечно, можно. А отмечать это, ну, как понятие расслеживания, что такое отмечать. Да, наш возраст все относится к этому празднику хорошо, любят все праздники. Молодежь сейчас, может быть, не так. А наш возраст уже, еще, мы празднуем, любим эти праздники. Конечно, я тоже служил в 90-х, правда, но это украинские войска, но, как бы, я служил еще при Средском Союзе, так что. Ну, все равно праздник, конечно, дай Бог. Хотя сейчас мало кто хочет служить, так что. Ну, я считаю, что хоть год, но нужно отдать Родине, какая бы она ни была. Я в армии, поэтому для меня это нормальный праздник. Как я могу от него отказаться, если я отдал Родине, как говорится, как положено. Поэтому считаю, что нормально. Пока нет. Для меня праздник остается, моего поколения, праздник 23 февраля. Это, я считаю, настоящим праздником. Ну, он уже в прошлом. Но сейчас, наверное, надо как-то или свыкаться, потому по-другому, наверное, нельзя. Праздник я поздравляю всех военнослужащих с сегодняшним праздником. Действительно, для Украины это праздник. В основном, керченские военные служили во времена Советского Союза и считают праздник 23 февраля родным и близким по духу, который до 1993 года был днем Советской армии и военно-морского флота. Однако, это не мешает им отмечать 6 декабря, день вооруженных сил Украины, который объединяет их с более молодым поколением военных. Сергей Маренко, Антон Плотников. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»